Я бы хотела вам рассказать о нашем проекте уже не первый раз, но мы уже начали структурировать, мы уже начинаем понимать. И вот в связи с теми изменениями, которые сейчас происходят, мы начинаем изменять свой подход к развитию медицинского туризма. Ну, а зачем нам это нужно? Ну вот когда мы ставили перед собой задачи, мы сразу понимали, что есть задачи, потому что мы государственные учреждения, да, и это частное государственное партнерство, и у нас есть в кластере как государственные, так и частные предприятия. Поэтому мы ставили перед собой такие вот три задачи, преимущества организации – экономические, социальные и имиджевые. И, конечно же, вот этот доход медицинских организаций дает сегодня специалистам возможность и стажировки за рубежом, и какая-то финансовая мотивация. И доктора все-таки остаются у нас, потому что у них есть уже какой-то стимул, они не уходят в другие лечебные учреждения, частные на подработки. Ну и, конечно же, мы добились того, что мы можем привлечь инвестиции в свое, в здравоохранение. Ну, первое. Первое, как мне кажется, ну невозможно развитие медицинского туризма в регионе без развития дестинации. И вот это вот объединение с департаментом потребительского рынка и туризма, агентством туризма Тюменской области, департаментом инвестиционной политики. И мы имеем вот единый бренд – Visit Human и Medical City Visit Human. И вот эта вся аккумуляция, где они берут под свое ведение все туристические фирмы, где они имеют возможность разработать и ввести какие-то новые рейсы. Вот это вот все взаимодействие в развитии территории, конечно, помогает нам развивать медицинский туризм. Ну, какие условия для успешного развития дестинации? Это, конечно, конкурентные преимущества с точки зрения медицинского и оздоровительного туризма. Вы их видите на экране, я думаю, что я не буду терять время, но и еще несколько, да, то есть развита стультура индустрии. И когда к нам приезжают гости, мы можем быть спокойны за то, что это не наш бизнес организовывать трансфер, не наш бизнес организовывать размещение. Но вот это тесное сотрудничество и с туристическими фирмами, и с агентством туризма. И когда все в одно единое целое организуют в регионе такие интересные маршруты и программы лояльности, и туристические маршруты, это все влияет на имидж и на аккумуляцию ресурсов. Централизованное управление. Я считаю, что это второй такой вариант для успешной организации, какой-то региональной модели, либо сетевой, либо это может быть какая-то модель, которая будет предполагать объединение, например, всех онкологических центров, например, какого-то федерального округа. Но изучив опыт международный, когда мы выходили только на рынок, мы поняли, что дестинация – это раз, синхронизация всех заинтересованных сторон – это два в едином ключе проекта, адаптация системы здравоохранения – очень важная вещь, и вы не будете говорить, что это не важно. И всегда есть резерв, как улучшить сервис, как улучшить удовлетворенность и лояльность, поэтому системные изменения, я часто о них рассказывала, как мы уносили, водили. И, конечно же, выход на внешний и внутренний рынок очень хорошо и просто. Возможно, если вместе организационно-экономическая модель, кластерный подход используем мы в развитии медицинского туризма. Почему? Потому что вот эта вот интеграция, синергия всех возможностей кадровых, финансовых, организационных дают нам возможность формировать единый бренд – бренд Medical City. И я думаю, что уже у многих в России он на слуху. Вот наш кластер «Медицинский город» с представителями всех медицинских организаций, которые участвуют в одном месте. То есть это в одном месте в кластере объединены все стационары, я бы так сказала, филиалы стационаров, крупнейших стационаров города. Полный спектр медицинской помощи. По всем направлениям высокотехнологичной медицинской помощи оказываются медицинские услуги. И я очень редко показываю те возможности, которые есть сегодня в Тюминской области. Вот единственная в России интегрированная операционная с компьютерными томографами. Вот роботизированные роботы «До Винчи». Вот все ангиографические комплексы, позитронно-эмиссионная компьютерная томография и так далее. Ну и наша изюминка, да, почему? Потому что, приехав к нам в Тюменскую область, есть возможность просто в суровые сибирские морозы, на открытом воздухе, под открытым небом, днем и ночью получить удовольствие в горячих наших источниках. Мы очень рады всем нашим гостям. И вот те показатели, которые у нас сегодня есть. В 2017 году у нас было 9 тысяч пациентов. В 2021 году мы увидели во времена ковида рост. 29, 29, 43. За 6 месяцев у нас было 20, за 7 месяцев 29 тысяч пациентов. В принципе, мы уже увеличили в 4 раза все показатели. То есть, выполнили пятилетку за 3 года. А как мы это сделали? Маркетинговая задача, маркетинговая стратегия, я считаю, что это четвертый пункт, без которого невозможно. И сначала мы, выходя на рынок, мы четко понимали, а что же нужно сделать. Выход на рынок, сформировать бренд, реализовать какую-то модель, перспективное направление, потенциальные возможности, конкурентные преимущества, ценности, мотивации. Это все задачи первого этапа. Закрепление на рынке, взаимосвязи между всеми участниками туриндустрии и клиниками, адаптация системы здравоохранения, реализация системы продвижения через единую точку входа. И расширение рынка. Это коммуникативная стратегия, формирование клиентской базы, которую мы уже за 3 года сформировали благодаря нашей CRM-системе. И мы можем развивать уже свои направления. Единая точка входа. Ну вот у нас единственная, мне кажется, в регионе, где есть единая точка входа. Для удобства иностранных граждан. На сайте можно сделать заявку. Получить консультацию очень легко и просто. Записаться, получить все, прислать медицинскую документацию, консультирование, информирование, организация поездки. Все мы занимаемся в полном объеме. Качественный медицинский менеджмент, мне кажется, это очень важно. Можно ли без стандартизации процессов сделать это качественно? Мне кажется, что нет. Вот стандартизируя процессы и отцифровая их в своей CRM-системе, у нас появилась возможность со всех источников и каналов трафика получать заявки, обрабатывать в координирующем центре, передавать в медицинской организации и для дополнительных сервисных вопросов снова возвращаться сюда. У нас есть возможность проводить аналитику и мониторинг, и это очень помогает нам для дальнейшего развития. Вот миссия наша. Мы ставим перед собой такие глобальные задачи, чтобы сделать так, чтобы каждый наш клиент мог получить квалифицированную медицинскую помощь так же просто, как у себя дома. И поэтому мы работаем и стараемся именно для этого. И вы видите сейчас нашу команду. Это далеко не вся команда. Это руководители служб каждой медицинской организации. И вы видите Сергеевну Чернову, руководителя коммерческой службы, которая буквально несколько докладов рассказала о том, как подробно вносят какие изменения, как функционирует ее служба. И очень важно то, что команда, амбассадор бренда Medical City, руководители коммерческих служб и огромные их коллективы, их служб, они помогают пациентам и отвечают за качество. То есть очень важно, что у нас вот каждый руководитель имеет свой телефон, и каждый имеет возможность позвонить лично руководителю услугу, не искать так долго и много, и рассказать о своих проблемах цифровизации. Это просто мы сами разработали свой CRM-проект Medical City Visit Human, что помогает нам и получать заявки через единую точку входа, и вести переговоры, и предложения, и принимать решения, и передавать в другие клиники, и передавать в другие туристические компании, и не терять, и прослеживать цепочку движения пациента от его первого звонка до возвращения домой, и затем еще вести с ними диалог в CRM-системе по приезду. И это очень помогает нам в жизни, вот буквально алгоритм оцифрованной нашей модели. Если будет интересно кому-то, мы обязательно с вами поделимся информацией. Седьмое. Адаптация системы здравоохранения с целью повышения уровня удовлетворенности и лояльности. И вам Ольга Сергеевна рассказала, каким образом выстраиваем внешние и внутренние коммуникации внутри лечебного учреждения, на приеме у доктора. И очень важно, очень важно, с самого начала следить за репутацией, повышать удовлетворенность процессам и качествам. И не только тогда, когда пожаловались, а тогда, когда вы спросили, тогда, когда вы исследовали, а что нужно именно вашему пациенту, а что именно нужно, какие у него задачи, какие у него ценности, и дать ему именно это решение. Только так рождаются бренды. Только так развиваются клиники. Только так, наверное, после формирования каких-то прекрасных взаимоотношений со своим клиентом и рождается и увеличивается прибыль. – Лена Николаевна, у нас все регламент. – Восьмой пункт и все. Восьмая коммуникативная рекламная стратегия. Но очень важно, куда ведем трафик и как формируем лидогенерацию. Мы проводим свою рекламную кампанию. Вы видите, вот заявки из поисковых систем мы уже начали получать, не только из рекламных кампаний, но уже из поисковых систем, потому что 83 тысячи пациентов у нас в квартал. Ну и то, что помогает нам анализировать CRM-системы. Я радовала познакомить вас еще раз, более моему, с другой стороны, с нашим опытом. И мы готовы делиться с опытом. Мы уже работали с многими регионами. И очень рады тому, что мы получаем какой-то интересный взаимообмен. Большое спасибо за внимание. – Спасибо, Алена Николаевна. – Спасибо вам огромное. – За вовлеченность, идеяность и открытость. Спасибо огромное. – Этот вопрос, конечно, одну секундочку. – Алена Николаевна, добрый день. Волгоград, Аракела Ирина. Спасибо за доклад. Как уже Елена Александровна здесь сказала, что надо уже отдельную конференцию проводить, наверное, по этой тематике сегодняшней секции. Опыт огромный, судя по тому, что вы рассказали. Вопрос такой. На седьмом слайде у вас есть цель итоговая – это удовлетворенность и лояльность пациента. А скажите, пожалуйста, вы как-то проводите оценку этого уровня лояльности? То есть это какие-то опросы или какие-то расчеты? То есть как-то вот для анализа? – Да, мы даже поделились с коллегами из Волгограда, да, но вот перед этим у нас была такая вот, ну, такой образовательный курс. У нас есть регламент обратной связи. То есть есть сервисы в медицинских организациях, сервисы, есть регламент обратной связи, где полностью разработаны опросники, да, то есть анкеты для и 12 видов обратной связи, и не только для медицинских туристов, но и для вообще всех наших пациентов, да, то есть мы исследования каждый месяц проводим обратной связи, и мы видим каждый раз эти проблемные моменты. Причем анкеты выстроены так, что не просто рассказать и сказать, а в анкетах анкеты разработаны так, с использованием двух индикаторов, да, CCI и NPS. То есть можно отсмотреть динамики. Каждый вопрос оценивается от 1 до 5. Принимаются управленческие решения, что-то изменяется, и мы видим динамику роста, либо снижение показателей удовлетворенности. Это не только анкеты, но и опросы, это и специальные ящики. Очень интересно, вот из моего опыта в онкологическом центре мы просто поставили в регистратуре огромную белую доску, да, где пациенты могли просто проходя фломастером писать какие-то свои замечания. Где-то в течение месяца были замечания, через месяц уже пошли, знаете, даже такие мотивационные, на каждый день стали пациенты, многие пациенты писать пожелания, обращения и свои реакции. И это было, конечно, для нас прям показателем того, что мы за короткий промежуток времени добились изменения вот этого вот, уже изменения атмосферы в медицинской организации. Таким простым способом. Спасибо, Алена Николаевна. То самое, что вначале мы говорили с вами, возможность напрямую задавать вопросы, вот это вот ощущение взаимного успеха, оно становится общим. Поэтому, если вы не против, Алена Николаевна, вам будут писать, вам будут звонить, а вам придется отвечать на все вопросы. Спасибо, я буду рада. Спасибо. потом.